Всем привет! Сегодня будет печёночный Наполеон. Это очень вкусный закусочный торт к любому празднику. Итак, приступим. Для этой закуски нам потребуется печёнка 600 грамм. Я взяла куриную, но в принципе вы можете брать абсолютно любую. И три вот такие крупные репчатые луковицы, которые нужно порезать кубиком. Теперь ставим на огонь сковородку с растительным маслом, разогреваем, выкладываем лук. И периодически перемешивая, слегка обжариваем. Затем выкладываем сюда печёнку по вкусу специи. У меня это чайная ложка соли без горки, пол чайной ложки сухого чеснока и немного чёрного молотого перца. Всё это нужно хорошенько перемешать, накрываем крышкой и протушиваем до готовности печёнки. Вот примерно вот такая печёнка у вас должна получиться. Я уже выключила огонь и оставляю её остыть до еле тёплого состояния. Ну и затем уже печёнку нужно измельчить любым удобным для вас способом. У меня вот такая чаша. Выкладываю и измельчаю до состояния паштета. У меня готово. Паштет получается уже очень вкусный. Пока откладываем его в сторону. Тут самое главное его не съесть. Дальше берём 3 довольно-таки крупные морковки. Их нужно отварить, остудить и почистить. И затем уже трем на средней тёрке. Сюда от потёртой морковки добавляем чеснок. У меня 6 вот таких небольших зубчиков. Также немного соли. 2 столовые ложки майонеза. И перемешиваем. Всё, морковка тоже готова. И ещё нам потребуется 3 отварных яйца, которые нужно потереть на тёрке. Можно собирать торт. Я использую уже готовые коржи для Наполеона. Я их купила в магазине. Если у вас есть время и желание, то, конечно же, вы можете испечь сами из готового слоёного теста. Либо тесто приготовить самим. Теперь берём блюдо. Смазываю его немножко майонезом, чтобы торт не ёрзал. Выкладываю первый корж. И на этот корж половину печёночной массы. Сверху на печёнку совсем немножко майонеза. Кладём второй корж. На него морковку. Всю выкладываем. Третий корж. Он у меня немного поломат, но это абсолютно ничего страшного. Сверху немного майонеза. Отварные яйца все выкладываем. Совсем немного присаливаем их. И ещё немножко майонеза. Дальше кладём четвёртый корж. И на него выкладываем всю оставшуюся печень. На печёнку снова немножко майонеза. И накрываем последним пятым коржом. Теперь нам потребуется какая-то досочка. Либо вот такая вот у меня круглая форма есть. Я сверху накрываю и немножко как бы придавливаю. Без фанатизма. Дальше я беру майонез. Добавила в него немного чеснока по вкусу. И буду обмазывать верх и бока. После этого я беру шестой корж, который я измельчила в крошку. И обсыпаю также вверх и бока. Всё, закусочный торт готов. Теперь оставляем его при комнатной температуре на 1 час. А затем прячем в холодильник ещё примерно часов на 5. Перед подачей на стол вы свой тортик можете украсить так, как вам захочется. Я использовала маслины и зелёный лук. И сейчас я, конечно же, разрежу и покажу вам, какой он в середине. Вы только посмотрите, какой он красивый. Виден каждый слой. Торт очень вкусный. Я уверена, понравится и вам, и вашим гостям. Попробуйте сделать к праздникам. Ну и, конечно же, если понравился, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!